Теперь мы с вами рассмотрим работу с группами инфоблоков. Как я уже говорил, в Дитриксе есть возможность работать со структурированной информацией инфоблока. Для этого в инфоблоках есть так называемые группы или разделы. Они служат для хранили структурированной информации, например, каталога товаров. Группы инфоблока могут быть вложены друг в друга. Эта вложенность ничем не ограничивается. Таким образом можно сделать большую структуру дерева. На любом уровне можно распределить элементы, включая корень. Элементы могут быть привязаны сразу к нескольким группам. Группы же не могут быть вложены сразу в несколько групп верхнего уровня. У раздела есть набор стандартных полей, таких как название, символьный код, изображение, детальное изображение. Описание и другие. Также по аналогии с пользовательскими свойствами инфоблок в разделах есть пользовательские поля. Единственное, это пользовательские поля системы. И они используются не только инфоблоком, но и в халон блоках, пользователях, блогах и так далее. Остановлюсь только на ряде особенностей при работе с инфоблоками. Как в принципе работать с секциями вы уже должны знать. И я в предыдущем виде это уже показал. Вы можете сортировать по пользовательским полям. Для этого достаточно аналогичным и стандартным полям вы за сортировку по пользовательскому полю. Но вы в курсе, что все пользовательские поля начинаются с UEF, подчеркивание и далее идет название верхним регистром. Далее фильтр. Также аналогичным стандартным полям. Вы можете фильтровать по пользовательским полям. Единственное, для этого обязательно должно быть выполнено одно условие. Необходимо обязательно передать фильтр iBlockID. Для вывода пользовательских полей обязательно также должно быть передано iBlockID в R-select код необходимого пользовательского поля. Если необходимо вывести все пользовательские поля, то в R-select необходимо передать UEF, подчеркивание звездочки. Функция добавления группы инфоблока. В массив передаваемой функции также можно добавить пользовательские поля. И они также будут добавляться. Аналогичным образом работает функция обновления секции. Она также может принимать во входящем массиве пользовательские поля и обновлять их. Можно даже передать только пользовательское поле или несколько, только требующих изменений.